Как часто вы оказываетесь на диване? А вообще я очень люблю диван. У меня больные ноги и больная спина. Поэтому я не могу стоя работать и сидя работать я долго не могу. Поэтому лучше горизонтально. Поэтому я диван обожаю, если что. Что важнее, научиться поднимать себя с дивана или научиться не ложиться на него? Ну, если мы серьезно пытаемся на этот вопрос ответить, это же вопрос вызова, который вы внутренне ощущаете. Значит, это же очень важно, чтобы вас что-то бодрило и вызывало вас, чтобы был вызов. Желание залить на диван – это желание спрятаться от вызовов, которые жизнь вам предъявляет. У жизни есть куча вызовов в вашей жизни прямо сейчас. Это ваше будущее, это ваши отношения, это ваши карьеры, это ваши навыки, это вообще ваши близкие люди. У вас вызовов колоссальное количество. Но если вы их не ощущаете как вызов, вы залезаете на диван, и после этого, конечно, встать с него практически невозможно, потому что теперь эти вызовы начинают вас пугать. Потому что теперь вы встанете, а они на вас все бросятся, и что вы будете делать? Поэтому лучше, конечно, вызовы ощущать и не ложиться. Можно ли чему-то научиться, чтобы потом не приходилось все время заставлять себя что-то делать? То есть это такой, называется, пассивный доход, да? Как это называется, да? Но еще, чтобы научиться и ничего не делать. Я понимаю, кто-то думает, что он квартиру купит, будет сдавать и будет счастливый, а теперь что-то научится чему-то и может ничего не делать. Это, конечно, самое оригинальное, что я слышал. Проведите такой эксперимент, а потом расскажите мне, ладно, в комментариях. Будет мне очень интересно. Я буду ждать, я буду проверять этот пост обязательно регулярно. Трудоголизм – это зависимость? Трудоголизм. Значит, я вообще рассматриваю это как проблему в том случае, если вот этот трудоголизм, а именно такая невротичная фиксация на работе, разрушает другие сферы вашей жизни. Значит, ну, любой невроз, любая патология – это то, что негативно сказывается на жизни в целом, да? Поэтому, если вы трудоголик, но при этом другие части жизни ваши важные, актуальные, да? Ваша личная жизнь, ваши собственные интересы, ваши жизненные планы в целом от этого не страдают, значит, в общем, все нормально. Но как только все стало рушиться, и единственная доминанта, так сказать, это работа, то я бы здесь затревожился, потому что, наверное, вы пытаетесь таким образом решить другие свои проблемы в работе, да? Потому что вот на курсе КТО онлайн, например, мы изучаем то, какие факторы определяют нашу деятельность, да? Что там в подсознании сидит, что заставляет нас что-то делать. И здесь очень важно, чтобы все правильно разложилось. Вот. Когда вы пытаетесь все потребности решить за счет работы, то вы будете страдать. Беру работу на выходные, но не делаю ее, а вместо этого отдыхаю. Вроде как заслужил. Потом чувство вины. Что с этим делать? Как это мило. Если бы у меня был такой сотрудник, конечно, он бы чувство вины испытывал бы очень коротко. Ну, если серьезно, это же, опять же, игры с нашим собственным мозгом. Когда вы берете работу на выходные, вы себе обещаете, что вы это сделаете. Когда вы приходите домой, вы оказываетесь в других обстоятельствах. Действует другая обстановочная афферентация, как я рассказываю в «Красной таблетке». А другая обстановочная афферентация дает другие выводы вашего мозга. И дальше вы друг другу можете себя сами обманывать, потому что сознание лукавая такая штука. Поэтому вы можете играть в такую игру. Если вам руководитель позволяет, пожалуйста, я бы вряд ли так себя повел. Труд сделал из обезьяны уставшую обезьяну с синдромом самозванца. Согласны? Уставшую обезьяну с синдромом самозванца? Я вообще считаю, что труд – это очень важная вещь, потому что она позволяет нам дать мозгу границы. Это как с воспитанием ребенка. Если вы воспитываете ребенка и его ни в чем не ограничиваете, то в какой-то момент его мозг превращается в жижу. Он не способен концентрировать внимание, не способен целенаправленно действовать, он не способен поддерживать отношения хорошие, социальные и так далее. Нужно все время правильно, не ограничивая, но создавать границы, коридоры, в которых мы действуем. И в этом смысле работа – это очень важная вещь, потому что это тот коридор, который позволяет нашему мозгу как-то более целенаправленно действовать. Если у вас работы не будет, и если бы у обезьяны не было работы, то она бы, вероятно, осталась обезьяной. А так случилось, что какие-то очень важные, видимо, тяжелые факторы заставили наших предков в какой-то момент действительно начать работать, потому что, возможно, пища стала менее доступной, возможно, температурные условия сильно ухудшились и так далее, и выживание стало работой, требующей интеллектуальных усилий. И это потребовало консолидации людей, это потребовало общения, это потребовало формирование каких-то языковых навыков и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы в очень широком смысле стали людьми благодаря работе. И я боюсь, что если ее не будет, то мы очень быстро, так сказать, вернемся, по крайней мере, на интеллектуальном уровне в пещеру. Когда вы говорите себе, ну, вот теперь можно и отдохнуть? Ну, у меня есть задачи на каждый день, и то, что я должен сделать в дне. Есть всегда обязательно то, что нужно сделать по-любому. Есть всегда то, что можно сделать при благоприятном развитии событий. То есть, условно говоря, я не буду сильно перегружен теми делами, которые не случится, чего-то сверхъестественного и так далее. И вот как бы с удовольствием я выключаюсь, когда и выполнен план максимум. То есть, я и сделал то, что обязательно делать, и сделал то, что еще хотелось бы сделать в этом дне. Тогда и я все успел, и я такой молодец, и я такой молодец, давай отдыхай уже, сколько можно работать. Вот, и давай уже все. Да, я так говорю себе. Очень редко. Потому что, конечно, все время сыпется что-то, все сыпется, сыпется. Много работы. Не работает много. Но я не жалуюсь, не жалуюсь, нет. Чего жаловаться? Это лучше, чем ее отсутствие. Один совет всем, кто не может поднять себя с дивана. Один совет. Купите домкрат. Вот, и ты чего, это нормально. Все, пока-пока.